Здравствуйте! Сегодня меня пригласили в рыбхоз Веретьево, чтобы плавить карпа. И перед нами стоит задача уйти от нуля. Потому что в ноябре месяц температура воды 7,5 градусов. Я уверен на 100%, что по карпу мы пролетим. Но посмотрим. Для того, чтобы минимизировать ущерб от пустой поездки, у меня есть план Б. Если вдруг карп не будет брать, как я, собственно, и предполагаю, мы попробуем, пруд также зарыблен форелью, попробуем плавить форель. Для этого я немножко прихватил с собой специальных плавающих насадочек, чтобы переключиться оперативно на лове форели, если вдруг карп клевать не будет. А он клевать, скорее всего, не будет. Но, тем не менее, все равно для того, чтобы нам ловить, потребуется, естественно, прикормка. Сейчас буду делать прикормку и рассказывать, какую и почему я делаю прикормку. Вроде бы как мы делаем прикормку на карпа, но я взял сегодня два пакета. Один пакет – это латвиная прикормка. Вот у меня латва-конопля-мотыль для холодной воды. Второй пакет – это фидер-люкс, тоже для холодной воды. Чем объясняется такой выбор прикормки? Я пока буду замешивать и рассказывать. Как нам всем известно, при температуре воды ниже 12 градусов карп практически перестает питаться. И у нас уже, в отличие от лета, не стоит задача накормить его, а стоит задача только и исключительно привлечь. Поэтому мы берем темную мелкофракционную прикормку, которая обладает хорошим лифтингом, то есть в которой присутствует много всплывающих мелких частиц, которая создает столб мути. Это единственное, что мы сейчас можем предложить, чтобы привлечь рыбу. Немножко для улучшения нашей прикормки я взял еще добавочку секретную, которую мы сюда же сейчас высыпем. А также мы добавим вот такую вот вещь – Холибуд Супер Краш. Это полтусовые гранулы, перемолотые в пыль. Немножко мы их добавим, мы их добавим после уже замачивания. Потом также добавим грин бетаин. Это все потом. Что касается ароматизации прикормки. Я взял немножко мелассы. Не повредит, я думаю, сегодня. Это не совсем ароматизация. Это у нас такой склеиватель-подсластитель больше. И также я взял сегодня ароматизатор конопляный. Очень неплохо себя показал по холодной воде, по широкому спектру рыб. Я его буду добавлять не полный пузырек. Я мешаю 2 килограмма всего прикормки. Где-то треть пузырька я сюда залью. В принципе, многие очень считают, что по холодной воде не стоит вообще ароматизировать прикормку. Я придерживаюсь после некоторых экспериментов, которые были проведены, в том числе и из-подо льда, придерживаюсь уже такой точки зрения, что ароматизатор не повредит даже в холодной воде. Причем достаточно много его может быть. Вот это все я перемешаю сейчас, чтобы миласа разошлась с ароматизатором здесь. И вот на этой воде буду сейчас замешиваться. Что надо учесть при приготовлении прикормки в холодное время года? На улице где-то плюс 5 градусов, и прикормка будет доходить гораздо дольше, чем летом. То есть, если летом мы первично увлажнили, и буквально через 5 минут прикормка уже готова для того, чтобы ее дополнительно увлажнять, а на воду выпила, то сейчас это время значительно возрастет. То есть, вот, опять-таки, первым делом приготовили прикормку. Сейчас пока будем разбирать снасти и так далее готовиться к рыбалке. Прикормка будет доходить, настаиваться. Ей на это где-то, наверное, уйдет минут 15, чтобы первично забрать воду, а потом мы ее аккуратно доувлажним. Пару слов о выборе места. Я почему-то сегодня сделал ставку на мелкий участок водоема. Здесь вот глубина порядка 2 метров, может быть, даже чуть поменьше. Но рядом есть глубины 4 метра. Мне кажется, что если вдруг, особенно сегодня, вылезет солнышко, рыба выйдет погреться на мелководный участок. Ну, может быть, я и не прав. Посмотрим. Тем не менее. И закидывать буду, в принципе, тут рельеф достаточно ровный от берега и туда дальше. Закидывать буду на 30 оборотов, то есть чуть дальше от берега, чем можно было бы закидывать. На всякий случай, если вдруг рыба пугливая, вода относительно прозрачная, и чтобы она особенно не пугалась того, как я тут шебуршусь на берегу. Пока разбирался, промерялся, нашел место, прикормка дошла до кондиции, забрала воду, как это и полагается. Поэтому мы ее домачиваем. Контроль. Мало. Еще раз контроль. Чуть-чуть еще. Самое мало. О! То, что надо. Наша задача сейчас с прикормкой не перемочить ее, потому что она должна у нас активно хорошо работать, поэтому лучше пусть она будет недомоченной, чем перемоченной. Она сейчас еще, поскольку мы только второй раз ее увлажняем, она еще воду заберет, поэтому сейчас вот консистенция, самое то, что надо, чтобы начать закорм. Прикормку доувлажнили. Самое время добавить в нее дополнительные ингредиенты. Вот Холибуд Супер Краш, про который я говорил. Добавляем немножечко. Промешиваем. Привлекающий компонент. И немного добавим грин-бетаина. Вот небольшие гранулы у меня грин-бетаина. Кукурузу я сегодня боюсь добавлять, боюсь, что это будет чересчур. Поэтому вместо нее вот буквально пару горстей грин-бетаина. Ну, теперь можно, собственно говоря, перейти к стартовому закорму, о котором надо рассказать чуть подробнее. Кстати, о закорме. Как будем кормить. Сейчас, опять-таки, большой какой-то массовый закорм делать не имеет смысла. Потому что кормить рыбу бессмысленно и бесполезно. Поэтому вот такого вот размера кормушкой я накидаю, ну, кормушки 3, может быть, 4, ну, может быть, 5 для очистки совести. После чего я перейду на ловлю вот такими вот кормушками, то есть, чтобы только доставить небольшую новую порцию прикормки, которая будет активно пылить. Вот, ну, за корм. Я не знаю, что это. Я сделал первый заброс с червем, и еще не успела приводниться кормушка. У меня на крючке рыба. То ли я ее забагрил, я даже не знаю, честное слово. А может, это форель. Может, это форель в лед. Форель. Давай, пожалуйста. Форель взяла в лед прямо червя. План Б начал исполняться гораздо раньше. Я, честно, такого не ожидал. Ну, вполне себе хорошая такая форелька. Я еще не успел подкрутить даже леску, как она тут же взяла. Я не хочу сходить. Я не хочу сходить. Ну, а добить не стало. Снова какая-то рыба взяла в лед. И по рывкам чувствую это небольшая форелька. Вот так оно и есть. Сейчас мы ее попробуем аккуратненько. Здесь аккуратно я спустил. Что касается наживки. Конечно, осенью необходимо разнообразие наживки увеличить по максимуму. То есть я сегодня привез червь, опарыш, мотыль, кукуруза. Хотя кукуруза на данный момент, наверное, последняя насадка, которую стоит пробовать. Но, тем не менее, разнообразие должно быть значительным. И искушенный зритель наверняка уже подумал, а что это он не добавляет в прикормку животную составляющую. Вот кормовой опарыш, который будет добавляться туда порционно по мере ловли. Также я захватил мелкого мотыля. То есть по прикормке и наживке я во всеоружии. Вот опять кто-то у меня там проходы по леске идут. Вот видно четко идут проходы по леске. Носатый, похоже. Носатый. Забагрился. Носатый. Что он за хвосты делал? За средний плавник. Я не могу его аккуратно. Видишь? Какова елка. Игр고 на суснику. Не вз разумеется не забыл я дома и такой инструмент как дипы потому что если что-то сегодня и сможет выручить такой безвыходной ситуации то это вот этот вот наборчик как видите отходной вариант работает если не клюет уже карп улегся спать но водоеме есть форель то вполне можно перейти на ее ловлю с видером совершенно не обязательно брать для этого спиннинг но для этого неплохо бы приподнять наживку первый у меня например хапнула пока она еще летела в воздухе а сейчас наживка лежит на дне и идут постоянные тычки вот сразу после заброса то есть рыба ходят задевает за леску но наживку снизу и не интересно подбирать запаситесь на всякий случай либо форелевой пасты плавающей либо плавающей кукурузы есть такие насадки и вам очень пригодятся сделаете относительно длинный поводок насадите плавающую насадку только убедитесь что он ваш крючок подымает вблизи берега и результативность по форели у вас станет значительно выше ну пока мы еще пока половим со дна вдруг все-таки случится чудо да это что-то упористее порывкам форель но видать чуть-чуть покрупнее на всякий случай ослабим фрикциончик не настолько сильно будем ее подводить вот что творит опоклевка какая фидер прям пополам а ну это значительно что-то поинтереснее я столько не подбагрила где-то посередине о чё творит есть парень к мелко за край губы зацепилась все шансы очень хорошо отпущены аккуратно берем за крючочек и выбиваем его рыбку пошла по делу есть Спасибо. Еще одна форелька. Да. Заняты они под берегом, конечно. Выкрутайся. Давай сюда. Хороший экземплярчик. Упирается. Заня для машины. Заня для мази. Заня для мази. Время. Заня для мази. Заня для мази. ПоставINE для мази. несколько перезабросов подряд сделали свое дело прикормка напылила и поклевки идут мгновенно сразу же после приводнения кормушки я что-то попалось увесистее чем в предыдущий раз мы судя по рывкам снова парель да что такое никак не подтянувшись там за зверь такой рисовать не хочется выходит Дальше будем работать руками. Некрупная форель попалась, поэтому мы с ней без церемоний. Попалась рыбка покрупнее. Пока не хочет сюда идти. Будем работать с ней, используя такую штуку как фрикцион. Тоже крючок засекся за бачок. Попалась рыбка. 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 Конечно, не карп, но он упирается очень достойно. О, асётр. Хе-хе-хе. Асётр. Кто угодно только не карп. рыбка. Честно, кстати, съел, в рот попался. Так, ну это не форель, это не можно хоть немножко прихватить, пока вынимать крючок будем. Иди сюда, носатый. Так, куда ты уже леску сюда засунулся в жабры. Тихо, тихо, древняя рыба. Тихо. Стой, сейчас опущу. Ой, рот-то весь разорван. Кто ж тебя так ловил-то? Несчастного. Тоже неплохо. Есть. Вот до чего мы довели форель нашей прикормкой. Заброс, поклёвка. Заброс, поклёвка. Заброс, поклёвка. Хороший экземплярчик упирается. Угу. Нацепилось хорошо. Сейчас будет, я не убеду. точно вот как у нас все здорово только забрасываешь же идет поклевка замечено что если червь свежий то у него клюет гораздо бойче и быстрее если червь такое немножко подтасканы уже то можно ждать поклевки долго можно и вовсе не дождаться пожалуй сейчас мы эту рыбу вынем и на этом рыбалку закончим подведем итоги более шуры попалась не такая уж плохая нравится довольно таки хорошо может оказаться рыбой ну вот бесится все уж привел подбери и а и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Достойно для последней рыбки На такой можно и рыбалочку закончить Итак, рыбалку мы закончили, пора подвести итоги К сожалению, целевую рыбу, а именно карпа, мы так и не поймали Хоть старались Ну, ничего страшного, в общем-то, никакого чуда я и не ожидал При температуре воды в 7 градусов весьма сложно заставить карпа питаться Потому что он по своей физиологии этого не делает Но зато очень неплохо половили на фидер форель Как выяснилось, совершенно не обязательно ехать за ней со спиннингом Достаточно сделать правильную прикормку Которая отлично у нас отработала сегодня И приманила к месту ловли множество форелей Поклевки, когда мы ее раскормили, следовали буквально одна за одной Заброс есть, заброс есть Поймано больше двух десятков форелей Большинство из которых я аккуратно отпустил обратно И, в общем-то, для ноября прекрасная, отличная рыбалка Всего хорошего Ни хвоста, ни чешуи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok